Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу рассказать о налогах на автомобиль или о дорожных налогах. Меня просили рассказать, как в Америке платится дорожный налог. Но, как я прочитал, здесь такого отдельного налога, как дорожный налог, нету. Но каждый год платится налог за автомобиль. Я даже читал, куда он идет. В разных штатах это может быть по-разному. Я не нашел пример по Флориде, но я видел, что у нас сезон дождей начинается сейчас в 5 вечера, и как раз тучи прилезли. Но пока это только второй день, так дождя вроде бы сильного еще не было. Так, неважно. По автомобиле. Я прочитал на примере других штатов, что этот налог может и часть конкретно штату, часть каунки, в котором автомобиль зарегистрирован. И конкретно мой пример, когда я в прошлый раз покупал, не в прошлый раз, в прошлом году, когда я только купил машину, мне предоставили номера. Вот я их снял. И на этих номерах есть наклеечка с датой, до которой у меня проплачена регистрация за машину. Как бы регистрация машины, это есть этот, так сказать, дорожный налог. Вот. Это 6-13 июня 2013 года. Потому что у меня день рождения в июне. И у каждого эта наклейка, если на кого зарегистрирована машина, машина, как минимум по Флориде, я не буду говорить про все штаты, по Флориде, в каком месяце у тебя день рождения, вот до твоего дня рождения у тебя регистрация. У меня 30 июня, и поэтому у меня здесь на бумажке написано, что регистрации у меня истекают в полночь 30 июня 2013 года. Чтобы продлить регистрацию, достаточно просто зайти на сайт DMV, то есть Department of Motor Vehicle, и проплатить там. Налог зависит от величины авто. По-моему, до 2,5 тысяч паундов. У нас во Флориде 40 с чем-то долларов. У меня машина где-то в районе 3 тысяч паундов. Может, здесь даже написано. Да, у меня вот написано на бумажке, я уже как бы заплатил, и вот мне пришла бумажка и новая наклейка, которую я сейчас хочу наклеить поверх этой, чтобы как бы видно было полиции, что у меня проплачено. И вот, это так и называется. Florida Vehicle Registration, то есть регистрация автомобиля во Флориде. Это не налог дорожный, это стоимость регистрации. Получилась она у меня 58 долларов. То есть это вторая по величине по тяжести категория. У меня 58 долларов 35 центов. Это сумма, которую я плачу в год за то, что у меня как бы на меня зарегистрировано авто. Здесь написано марка автомобиля, модель. Ну и что, эта следующая наклейка истекает в полночь, в понедельник, 30 июня 2014 года. Ну и сейчас мы сделаем эту процедуру, наклеим. Все просто. Здесь может есть какая-то, как ее отберечь или просто. А, все просто. Вот наклеечку снял. Наклеечку наклеил. 2014 год. А вот эту бумажку надо положить внутрь в бардачок, потому что, если полиция останавливает, они обычно спрашивают ваш драйвер-лайсенс, то есть права и регистрацию на автомобиль. Хотя, во Флориде не обязательно, здесь нету такого закона, что, ну, про, как они называются, про доверенности. Это все не обязательно. Ты можешь водить любую машину, если она, если тебе друг дал покататься, ты себе берешь и катаешься. Меня останавливали, когда я ехал не на своей машине. У меня вот лампочки здесь, которые номера подсвечивают ночью. У меня они перегорели, меня остановили за это. Мне, как бы, ничего не сказали, попросили драйвер-лайсенс, попросили регистрацию, спросили, моя ли это машина. Я сказал, что не моя, что машина друга. Мне сказали, что у вас, типа, не горят лампочки, там, скажите другу, чтобы заменил побыстрее. Окей, меня отпустили, никакого штрафа мне не дали. Так, просто проверили документы, спросили, моя ли машина. Сказали причину остановки, попросили подчинить. Вот так это делается. Пришла мне эта. После оплаты на веб-сайте я получил письмо с новой наклейкой буквально за... Буквально за 5 дней. Вот сегодня наклеил еще май. Ну, как бы, чтобы не было проблем, чтобы меня зря не останавливали, не спрашивали. Я платил, не оплатил, не проверяли. Вот я оплатил. А эту фигню я купил на ebay за 6, по-моему, долларов. Прикольно. Вот так. Так что, кому это было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте еще интересные вопросы. Если я буду знать о них ответы, то обязательно отвечу. Всем спасибо за просмотр. Пока.